Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынка аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Богдан Заруцкий. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь! И здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что, 15.45, уже через 41 минуту решение по процентной ставке ЕЦБ. Если можно начать Ваш обзор с этой темы, чего ждете, как действовать, мы будем очень рады. Действительно, скоро состоится объявление о основной процентной ставке ЕЦБ. Я хочу сказать, что действительно событие очень важное, поскольку можно ожидать рост торговой активности евро-долларом. В частности, лично я ожидаю, что евро может довольно-таки неплохо укрепиться, поскольку не исключено, что регулятор может дать знать участникам рынка о том, что все-таки инфляция в еврозоне держится в положительном ключе, наблюдаются уже определенный оптимизм в деловой среде, промышленность тоже пытается уже держаться положительно. Поэтому не исключено, что регулятор может дать положительные, то есть может дать сигналы касательно положительной своей работы, касательно поддержки экономики еврозоны. Поэтому допускаю, что евро может еще подняться. Допускаю, что ставка останется на прежнем уровне, и еще раз повторюсь, на таком новостном фоне, конечно же, можно ожидать рост единой европейской валюты. График цены может закрепиться выше важного уровня сопротивления. Не исключено, что этот уровень может стать поддержкой, и допускаю, что график цены может закрепиться в более высоких торговых рамках. Но тем не менее, тем, кто больше все-таки ориентируется на американскую валюту, то есть на доллар США, рекомендую быть, конечно же, вдвойне осторожным, поскольку немного позже состоится еще и публикация промышленного индекса в Филадельфии. Там ожидается снижение этого показателя за декабрь. Если же действительно текущее значение окажется на уровне прогноза и хуже предыдущего значения, то, конечно же, можно ожидать еще и дополнительное давление на американскую валюту. Известно, что Елен недавно сообщила о том, что постепенный рост основной процентной ставки ФРС вполне оправдан. Конечно же, вчера эта новость укрепила американскую валюту, но тем не менее, все-таки, на мой взгляд, основным таким новостным драйвером будет как раз объявление основной процентной ставки ЕЦБ. Если же действительно будет какой-то определенный оптимизм, то допускаю, что действительно евродоллар может дальше пойти вверх, и евро может укрепиться. Поэтому вот такие вот новости. И также хочу еще отметить и то, что на американской сессии состоится еще публикация данных по запасам сырой нефти. Ожидается снижение этого показателя. Если же действительно запасы сократятся, то, в принципе, можно ожидать и небольшое укрепление нефти в рамках стекулятивной торговли. Поэтому вот такие новости на сегодня. И готов показать график цены. Посмотрим ближайшие уровни поддержек сопротивления. Да, конечно, давайте посмотрим. Хорошо. Сейчас рассмотрим евродоллар на четырехчасовом периоде. Видим, что график цены пытается достичь до района 1.06 к 79. Запас входа до этого района еще есть. Конечно же, была попытка закрепиться выше этого уровня. Но, тем не менее, эта попытка не увенчалась успехом. График цены все-таки закрепился в более низких торговых рамках. Но обратно же, на фоне этого события, еще допускаю, что евродоллар может дойти до того уровня, может даже еще и закрепиться. Если же посмотреть ситуацию с точки зрения волны лета, фаза снижения закончилась. Наблюдается уже определенный перелом. График цены стоит на пороге теперь уже нового этапа, новой фазы роста. Если же действительно эта новость, это событие может поддержать единую европейскую валюту, то допускаю закрепление евродоллара в торговых рамках 1.08.74 и 1.06.79. Также допускаю, что это закрепление может быть еще и как раз на американской сессии, то есть сегодня. Интересно посмотреть еще на золото. Золото немного скорректировалось, но не ушло ниже поддержки в районе 1202 долларов за ульцию. Поддержка довольно-таки надежная. Видно, что график цены неинократно тестировал данное ценовое значение. Снижение золота было на фоне заявлений Джана Дьявон касательно правильности решений ФРС, касательно роста основной процентной ставки и дальнейших планов по ее повышению. Конечно же, мы видим, что спекулятивно золото немного снизилось и сейчас пока что тестирует важный уровень поддержки. На данный момент это довольно-таки надежный технический форпост, поскольку график цены неинократно тестирует этот уровень. Если же будут все-таки покупки выше этого уровня, еще можно ожидать достижения максимумов этой недели. Такая ситуация. Интересная ситуация сейчас наблюдается по канадскому доллару в паре с долларом США. График цены уверенно закрепился. Сейчас тестирует важный уровень сопротивления в районе 1.3289. Могу допустить, что график цены может немного снизиться, оттолкнуться от этого уровня, поскольку и так движение было довольно-таки сильным. Сейчас мы видим, что канадский доллар находится под сильным давлением. Это связано с тем, что глава Банка Канады заявил о том, что еще может допустить снижение основной процентной ставки. Поэтому мы сейчас видим, что канадский доллар находится под давлением. Но, тем не менее, все-таки мы видим, что график цены выше этого уровня не уходит. И поэтому могу еще допустить, что график цены может немного уйти вниз, проконсолидироваться, может находиться ниже кроссоважного уровня сопротивления. И так движение оказалось достаточно перепупленным. Поэтому рекомендую быть осторожным. Что касается нефти, то нефть как раз в очередной раз тестирует важный уровень поддержки в районе 52-21. Видим, что график цены консолидируется возле этого уровня. Допускаю, что участники рынка могут ждать данных по запасам сырой нефти. Но если же действительно запасы сократятся, то можно ожидать еще один разворот от этого уровня, от района 52-21. С точки зрения Вунеля, импульс закончился. Сейчас график цены находится в стадии коррекционного движения. Посмотрим, какой оно будет, глубоким, либо же более боковым. Но, на мой взгляд, пока что положительным сигналом служит то, что график цены пока что еще находится в руслах восходящей тенденции. И график цены пока что не уходит ниже трендовой поддержки. Если же действительно данные будут положительные, то можно ожидать разворот от района 52-21 и дальнейшее закрепление в 53-84 и 52-21. Именно закрепление в данном торговом диапазоне. Вот такая ситуация. Ясненько. Поняли вас. Богдан, сами в каких позициях сейчас перед решением ЕЦБ находитесь? Я пока что держу открытую позицию по евро-доллару. Ожидаю, что нафиг цены может еще пойти вверх. То есть ожидаю крепления евро. Но буду обратно же держать эту ситуацию на контроле. Если же действительно будут резкие изменения, тогда буду уже принимать решение. Но пока что я, скажем так, в плюсе нахожусь. Поэтому есть определенные маневры у меня. Я понял. Без убыток уже поставили? Да. Получилось, да, уже? Ну, конечно, тогда по шоколаде. Без сомнения. Хорошо. Спасибо большое, Богдан, за ваш обзор. Так что желаем вам удачи. И сами будем внимательно следить за событиями через полчаса. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...